В современном мире немногие способны на проявление доброты. Постоянно уставшие и раздраженные от насущных проблем мы равнодушно проходим мимо чужих забот, пока они не коснутся нас. А ведь очень важно всегда оставаться человеком и в трудную минуту выручить кого-то. Даже самый маленький добрый поступок способен принести любовь и радость. В день спонтанного проявления доброты мы представляем вашему вниманию истории, которые покорили сердца людей во всем мире. Дедушка Добрий из болгарской деревни Баилова, одетый в домотканные одежды и древние кожаные ботинки, часто стоит у собора святого Александра Невского в Софии. Там он стоит у входа со свечой и пластиковым стаканчиком и собирает пожертвования горожан, которые потом передает храмам и монастырям. Собранные деньги с помощью родственника он кладет в один из болгарских банков, а когда на счету набирается солидная сумма, отдает ее церкви или монастырю. В 2009 году, 24 мая, Добрый Добрев отдал 35 700 левов храму памятнику святого Александра Невского. Это самое большое задокументированное пожертвование на церковь в истории Болгарии. Он не касается ни одной копейки из денег, которые ему дают, живет на свою пенсию в 100 евро в месяц, а также на неденежные подаяния в виде фруктов и хлеба. Мечты больного лейкемии пятилетнего мальчика воплощали в жизнь тысячи жителей Сан-Франциско. На один день ребенок превратился в своего любимого супергероя Бэтмена и спас город от злодеев. На несколько часов Сан-Франциско превратился в Готэм-Сити, вымышленный город, из комиксов про человека, летучую мышь. И все ради мечты одного мальчика. Пятилетний Майл сражается с тяжелой болезнью – лейкемией. По словам родителей, ребенка больше всего на свете он хотел стать помощником настоящего супергероя. За исполнение желаний взялся благотворительный фонд вместе с Мэрией, организовав самую масштабную театральную трансформацию в истории Сан-Франциско. «Твои пять минут блеска, чья-то целая жизнь» – с таким лозунгом выпускники гимназии Сиапского города Пирот приняли решение отказаться от дорогих платьев и костюмов на выпускном вечере, а сэкономленные деньги отдать нуждающимся. В ходе акции школьники и преподаватели собрали 310 тысяч динаров, которые были переданы трем семьям с тяжелобольными детьми. В США 6-летний мальчик-аутист Глен Бурати решил отметить свой день рождения, но никто из приглашенных гостей не пришел к нему на праздник. Его мама написала об этой ситуации в Фейсбуке, о произошедшем стало известно одному из сотрудников местного управления полиции. По инициативе шерифа Сен-Клу было решено поздравить мальчика с днем рождения. К полицейским подключились пожарные. Когда полицейский вертолет появился над домом Глена Бурати, мальчик был вне себя от счастья. Несколько десятков правоохранителей и работников пожарной службы привезли мальчику подарки, а необычная вечеринка в день рождения стала настоящим событием в жизни города. Железнодорожный инспектор Джош Сайганик услышал, как двое подростков потешаются над домом пожилого человека и решил, что не может это так оставить. Джош написал у себя в Фейсбуке призыв к волонтерам и попросил помочь старику в покраске дома. Более 95 человек откликнулись на просьбу и помогли Джошу сделать косметический ремонт дома. Жительница Колумбуса Николь Эллиот увидела объявление о том, что неизлечимо больному псу Честеру нужен хозяин. Девушка, не раздумывая, решила взять дворнягу себе, чтобы скрасить его последние дни. Честер уже успел покататься в машине с открытыми окнами, съесть хот-дог и даже принять спаванну. Помните, истинная доброта заключается в том, что доставляет вам удовольствие, а не требует что-то взамен. Творите добро, помогайте ближним, сделайте что-нибудь хорошее в этот прекрасный день.